Какие предметы в школе нужно изучать, чтобы стать журналистом? Часто ли приходится импровизировать в прямых эфирах? Какие самые страшные и пугающие случаи бывали на работе? Эти и многие другие вопросы волновали юных участников профориентационной школы в Кванториуме. Отвечали на них журналисты разных медианаправлений. Беседа прошла в формате пресс-конференции. В начале диалога спикеры представились и рассказали немного о себе. Сейчас я предлагаю участие на дистанции. Так же, как она работала в материке, это немножко решила свою деятельность, пришла сюда. Специализировать я больше, наверное, видео, фотосъёмка, написание текста, то есть как бы ролики, чтобы такое, визуал, это всё хорошо. После беседы ребята разделились на три команды. Каждый выбрал своего наставника из числа спикеров. В течение 20 минут команды готовили информационный продукт на тему «Новости моего детства», а после презентовали их аудитории. Проекты получились в разных форматах – текстовом, аудиальном и визуальном. Однако не столько важен итог, сколько время, проведённое за работой. Ребята погрузились в медийную сферу, пообщались с журналистами, открыли для себя что-то новое. Это всего один день из недельной программы смены профориентационной школы. Когда я только сюда пришла, я достаточно плохо общалась с людьми. Сейчас я развила этот свой навык, и я спокойно могу давать кому-то интервью, записывать видеоролики, в которых что-то рассказываю, и в целом общаться с окружением. Мне здесь очень нравится. Я научилась работать на компьютере, так как раньше я в нём вообще не разбиралась. Сейчас я помогу делать презентацию, монтировать видео и много чего другого, то, что раньше я не могла. В первые дни участники познакомились с партнёрами смены, прошли профориентационное тестирование, поучаствовали в квестах от наставников. Такой формат – один из лучших практик организации каникулярного времени школьников. Его реализуют в содействии с Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» – национального проекта образования. Эти смены полезны тем, что ребята учатся разным навыкам, как софт-навыкам, так и хард-навыкам. Они могут, например, один день сходить на мастер-классы в IT-квантум, а в другой день сходить на медиа-квантум, помонтировать, узнать, чем занимается, например, журналист. А также у них каждый день есть программы развлекательные, мы ходим на улицу, у нас есть мероприятия отрядные, неотрядные и так далее. Завершить смену защиты проектов, обсуждение полученных знаний и навыков в формате живой ярмарки.